Не демонтировать, не отремонтировать в Подольске Одесской области не знают, что делать с мавзолеем Григория Котовского. Исторический памятник разрушается буквально на глазах. Но стоит ли его восстанавливать, местные власти не знают, можно ли похоронить. Останки революционера тоже большой вопрос. В чем загвоздка? Разбирались наши корреспонденты. Григорий Котовский. Противоречивая историческая личность. Для одних герой гражданской войны и бессарабский Робин Гуд, для других бандит и душитель народных восстаний. После смерти тело Котовского забальзамировали и поместили в мавзолей в центре современного Подольска. До наших дней сохранился лишь склеп с гробом. Внутри останки полководца. Сейчас они завернуты в ткань. А еще недавно выглядели вот так. Вызывая неоднозначную реакцию. На территории колишнего СРСР всего три были такие споруды мавзолею. Это мавзолей Пирогового в Виннице, мавзолей Ленину и наш мавзолей Котовского. Внутри склепа сырость. Грунтовые воды разрушают стены и фундамент. Дверь висит на честном слове. Снаружи разваливается надмогильная плита. Трещины пошли по обелиску. В 2015-м местные власти выделили деньги. На капитальный ремонт сооружения. Но одновременно с этим вступил в силу закон о декоммунизации. Постало питание. Что делать? Чи ремонтировать? Чи не ремонтировать? С одной стороны, Григорий Котовский, как революционер, попадает под действие закона о декоммунизации. С другой, в законе не сказано ни слова о таких объектах, как склеп-могила. В Подольске разгорелась дискуссия. То ли оставить мемориал, как есть, то ли предать останки земле. Может, я высловлю свою субъективную думку. То действительно, что за всеми обычаями нашими, за всеми православными нашими канонами, тело или остатки должны быть захоронены. За разъяснениями местные чиновники обратились в Министерство культуры. Дело в том, что склеп Котовского входит в госреестр недвижимых памятников истории, а значит, неприкосновенен. Поэтому возник вопрос, будет ли этот объект исключен из реестра в связи с декоммунизацией. Если будет ответ, что он не снимается с реестра, мы принимаем заходы и ремонтируем. Если будет ответ, что он не снимается с реестра, мы сможем его демонтировать, перезахоронить останки Григория Котовского на одном из наших местных кладовищ. Переписку с Минкультом местные власти ведут уже два года. Но конкретного ответа так и не получили. Министерство то обещает изучить вопрос на экспертной комиссии, то пускает чиновников собирать документы по второму кругу. Свой запрос в Минкульт направили и мы. Но нам просто продублировали письмо, отправленное ранее жителям Подольска. Что будет с останками Григория Котовского, непонятно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.